всем привет мои дорогие вы снова на канале домашняя кухня вкусно и просто давно обещала своим девочкам рецепт пирожков как на рынке как на базаре очень вкусное тесто все наверно такие пробовали и сегодня мы будем готовить их дома перед просмотром ставьте лайк все ингредиенты вам подпишу внизу в инфобоксе давайте начинать железную чашку я беру 300 миллилитров теплой воды также дрожжи у меня сухие вы можете взять и живые я почему-то больше люблю сухие одну столовую ложку затем добавляем пол столовой ложки сахара размешиваем добавляю 3 столовые ложки с горкой муки мы сейчас заводим опару опара нам поможет подсказать хорошие ли у нас дрожжи или нет и если она увеличится в два раза значит можно продолжать заводить тесто и пирожки обязательно получится перемешиваю опару чтобы разошлась мука накрываю полотенцем и оставляю минут на 15 пока подходит опара мы приготовим начинку режу лук средними кубиками шинкую на крупной терке морковь и натираю капусту на сегодня будут пирожки с капустой но можно приготовить это тесто и с картошкой на разогретую сковороду добавляем растительное масло чтобы оно покрывало дно и сначала я обжариваю лук в принципе тушим капусту как обычно может кто не знает расскажу лук обжариваю одну две минутки чтобы он зазолотился далее добавляем морковь и также зажариваем одну две минутки все вместе не забудьте перемешать ну и когда обжарится морковь добавляем капусту и тушим на среднем огне почти до готовности пережаривать капусту не стоит перри тушивать хорошо когда она хрустит я кладу капусту и и сначала получается много потом она ужаривается накрываю крышкой убавляю газ и тушу теперь добавляем соль и черный перец по вкусу и выключаю газ капуста готова так ну что смотрим что должен работаю значит можно дальше продолжать заводить тесто если у вас не появились пузырьки и масса не увеличилась значит дрожжи плохие добавляем оставшийся сахар еще пол ложечки также добавляем чайную ложку без горки соли 50 миллилитров растительного масла вам говорю точно сама делаю на глаз опара не любит когда ее сильно перемешивают поэтому нежно перемешиваем чтобы растворился сахар и соль теперь постепенно вводим 500 грамм муки но это не точно что 500 девочки мука бывает разная я напишу 500 грамм а вы уже смотрите сами по консистенции муку ввожу постепенно сначала перемешиваю венчиком а потом уже буду замешивать рукой муку нужно просеять это тесто не очень послушное оно и таким и должно быть поэтому я заводить его буду именно в чашки венчиком уже перемешивать стало сложно я принимаюсь перемешивать тесто мукой вот я добавила часть муки сейчас вот добавила 400 грамм хочу его перемешать по моему этого будет достаточно и замешиваю тесто вообще каждый раз когда я делаю эти пирожки делаю с разной муки мы как-то не принято брать одну и каждый раз добавляю разное количество грамм то есть смотрите чтобы тесто не было забитым все муки достаточно сначала я его просто перемешиваю обычным способом а потом начинаю вот так вот тянуть так быстрее образуется клейковина вы просто вот так вот тяну и отпускаю в чашку и тесто получится нужной консистенции примерно это проделываю 10 минут девочки вымешивала я тесто примерно 10 минут вот так вот его растягивая смотрите она приобрела нужную консистенцию то есть она не забитая мукой смотрите какое тесто все теперь можно его поставить растаиваться я беру чашку тоже в которой заводила тесто помыла ее немного добавляю растительного масла смазываю так тесто будет легче подыматься и кладу сюда комочек теста малыш там меня зовет уже мой пятый сыночек маленький слышит мамин голос смотрите вот так подбиваю ставлю в чашечку накрываю полотенцем и оставляю его настаиваться вообще я говорю в среднем на час но я смотрю тоже не на часы я смотрю на тесто когда она увеличится в два лучше в три раза тогда можно уже приступать пирожкам так ну что мои дорогие сами видите тесто увеличилось три раза начинка тоже готова и остыла теперь приступаем клетки я смазываю поверхность растительным маслом теперь беру тесто таким вот образом жгутикова сворачиваю нам не понадобится скалка мне тоже очень нравится колбаску превращаем теперь делю тесто на шарики просто рукой отделяю примерно на глаз шарики пирожки получаются большие но кто помнит на базаре на рынке они тоже большие 6 7 8 9 вообще обычно у меня выходит 10 пирожков поэтому я отщиплю от более больших кусочков и сделаю 10 шариков теперь каждый шарик я таким вот образом подминаю смотрите как получился он такой ровненький с оторванными кусочками это конечно же проще серединку подминаю такое тесто хорошее получается и выкладываю на стол тесто получается прям супер конечно такое приятное приятно так теперь беру шарик и разравниваю его прям пальчиками то есть никакой скалки нам не нужно по поверхности стола таким вот образом смотрите девочки чтобы начинка была остывшей она не была горячей разравняли теперь в серединку кладу начинку я побольше кладу домашние пирожки и плотненько защипываю края и плотненько плотненько края защипала и разминаю его не могу подобрать слова правильно я чтоб он был прям тонким тонким вот смотрите какой здоровый пирожок получается то же самое проделаю со всеми оставшимися кружочками затем готовым пирожочком я даю расстояться время накрывая их полотенце минут десять чтобы они хорошо поднялись и можно уже приступать жарить если в начале когда вы замешиваете тесто непослушное то уже когда она постоит настоится она приятная и приятно с ним работать сковородку добавляю растительное масло и начинаю жарить пирожки обжариваю с двух сторон до золотистой корочки мои помощники уже тут как тут благо что всего 10 пирожков получается я уже успела их пожарить только что с пылу жару вот смотрите по сравнению с моей рукой получается 10 вот таких вот настоящих вот это наверно самый первый я его вам покажу он такой хрустящий тесто обалденное просто девочки давайте вам надрежу один покажу как он в разрезе так кто там ползет уже мы недавно жарили петли вернее кексы с этими двумя кексами два моих младших сыночка вообще их у меня пять так я забыла добавить маргарин представляете пришлось на следующий день повторять вот такое вот тесто начинка все это очень вкусно и приготовьте мои хорошие попробуйте что мне тут объяснять рассказывать вам а я на этом весь лишний жир впитается всем пока пока и увидимся